О ситуации по коронавирусу в Нур-Султане расскажет руководитель столичного управления общественного здравоохранения Сауля Кисикова на брифинге, который начнется прямо сейчас. Передаю слово коллегам. На 16 часов 2 апреля 2020 года в стационарах города инфекционного профиля находится 1176 человек, в том числе дети до 18 лет 114. В городе Нур-Султан зарегистрировано 193 случаи коронавирусной инфекции. Из них 16 случаев выписаны с исходом выздоровления. Один летальный случай от 31 марта. За последние сутки зарегистрировано 9 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 случаи выявлены у лиц, ранее госпитализированных в карантинные или провизорные стационары, среди лиц из близкого контакта с ранее выявленными случаями коронавирусной инфекции. 7 случаев выявлены у граждан Республики Казахстан в ходе проведения мониторинга на наличие коронавирусной инфекции. На 193 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выявлено 1 949 контактных лиц. Из них 962 – это близкий контакт, это члены семьи, родственники, коллеги по работе и пассажиры по борту самолета. 987 потенциальных контактов. В среднем на один случай коронавирусной инфекции приходится 11 контактных лиц. Но был случай, когда на один случай инфекции было 125 контактных лиц. Также встречается, когда на один случай приходится 1-2 контактных лица. Вместе с тем, из 193 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции, 64% или 123 случаев – это ранее изолированные в стационаре или в условиях домашнего стационара, как лица близкого и потенциального контакта, члены семьи, коллеги по работе, медицинские работники, пассажиры по борту самолета. На сегодняшний день из числа пациентов, находящихся на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией, у пятерых состояние стабильно тяжелое. Трое пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, продолжают получать лечение согласно клинических протоколов диагностики и лечения коронавирусной инфекции. У остальных пациентов в состоянии удовлетворительные получают назначенное лечение. С 22 марта по 31 марта по всем прибывшим 28 рейсам в Международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева в город Нурсултан были изолированы 2575 пассажиров. Всем пассажирам был проведен забор биоматериала на лабораторные исследования. На текущее время подведены результаты по 10 рейсам в 10 случаях с положительным результатом наличия коронавирусной инфекции. Мы изучаем международный опыт таких стран, как Сингапур, Южная Корея именно в борьбе с коронавирусом, где им удалось избежать серьезной вспышки. И вот учитывая этот опыт, одно из таких приоритетных моментов это отслеживание всех случаев заражения и быстрое выявление контактных лиц, их изоляции и проведение диагностических мероприятий. Далее немаловажно это тщательное отслеживание каждого случая, заражение в поисках связи между ними. И вот изолировать всех возможных переносчиков инфекции. И также вот одной из составляющих успеха является проверка каждого человека, прибывающего в город, в регион и убывающего из региона или города. Строгая изоляция и проведение лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции. Данная работа в городе Нур-Султан проводится и все граждане, которые покидают город или жители города Нур-Султан прибывают в город, все изолируются и проводится проверка на наличие коронавирусной инфекции. На сегодняшний день порядка 400 человек проведены данные лабораторные исследования. И именно успешность данной работы в первую очередь нашей работы с распространением коронавирусной инфекции заключается и можно достичь благодаря очень высокой дисциплине общества. Согласно постановлению главного санитарного врача города Нур-Султан, были пересмотрены и внесены дополнительно ограничительные мероприятия на территорию города Нур-Султан. И лицам из близкого контакта с больным коронавирусной инфекцией, это касается членов семьи, соседей, коллег по работе, при наличии санитарно-гигиенических условий для отдельного проживания изолируется в условиях домашнего карантина. И вот ранее в средствах массовой информации была информация о 17 объектах из жилого фонда города Нур-Султан, где были применены ограничительные мероприятия. То есть это те подъезды, дома, где проживают лица из близкого контакта с больным коронавирусной инфекцией. По всем этим 17 объектам проведена работа. Выявлено 192 контактных лица, из них 133 близких, которым полностью проведены анализы на наличие коронавирусной инфекции. Трое из этих лиц госпитализированы с клиническими симптомами. Всем остальным рекомендовано находиться на домашнем карантине. Это число сегодня 189 человек. И еще раз, уважаемые жители города, хотим напомнить, что это не просто домашний карантин, это домашний стационар. Если человек находится в условиях стационара, соответственно, он должен быть строго дома. Оставаться дома и строго соблюдать все правила в условиях домашнего карантина и нашей рекомендации. В целях контроля за выполнением требования домашнего карантина к домам, где проживают лица из близкого контакта, ранее были применены ограничительные мероприятия. Это дежурство сотрудников департамента полиции возле этих домов, которые контролировали движение жителей дома. На сегодня эти ограничительные мероприятия после проведенных объема работы сняты. Но усиление санитарно-дезинфекционных мероприятий в этих домах остается. И все лица из близкого контакта будут находиться в условиях домашнего карантина до окончания срока карантина. Это в течение 14 дней. Уважаемые жители города, мы сможем успешно справиться с распространением коронавирусной инфекции. Еще раз напоминаем, благодаря очень высокой дисциплине общества, то есть нас с вами. Также мы с вами должны быть солидарны, солидарно ответственными за свое и наше здоровье. Будьте дома, будьте здоровы. Курмитты талатургандары, баршаңыздан талап етеміз, юде болыңыздар, деніңыз сау болсын, біз біргеміз. Назарларыңызға рахмет. Завершился брифинг с участием руководителя управления общественного здравоохранения города Нурсултана Сауле Кисиковой. Адым кodoэсла», би үшлі 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 is.